Она из прославленного рода, где есть писатели, художники и артисты. Имя досталось ей от прабабушки, писательницы Мария Ташигинян. Фамилия от отца, художника, кулинара и путешественника Сергея Цыгаля. А актерские гены от мамы, актрисы Любови Полищук. Знаменитый и талантливый преследует ее и в жизни, и в кино. В сериале «Крылья империи» ей удалось перевоплотиться в Анну Ахматову. А в картине «Таинственная страсть» создать образ писательницы, жены и верной подруги Андрея Вознесенского Зои Богуславской. И вот новая роль Фаина Раневская в одноименном биографическом сериале, в котором она переживает сразу три возраста. Колоссальный опыт и необыкновенная ответственность. Сегодня моя героиня – актриса Мария Та Цыгаль-Полищук. Здравствуйте, это Мария Та. Это я бурно вам аплодирую, потому что я счастлива, что вы сегодня моя героиня. Скажите, как мне вас называть, Мария Та или Маша? Маша. У вас семья совершенно замечательная, у вас много разных талантливых, блестящих и интересных людей. Что-нибудь о бабушках и дедушках расскажите? Ой, да у меня вообще куда ни плюнь, везде июнь. Бабушка с дедушкой были художниками, с папиной стороны дивными совершенно художниками. Виктор Цыгаль и Мирель Шагинян. Прабабушка Мария Сергеевна Шагинян, тоже с этой же стороны писательница. А вы ее застали, нет? Нет, на два года разминулись. Со стороны мамы более все прикладно, материально, бабушка была швеей. Дед вообще был абсолютно человеком на все руки. Он мог, начиная от вбивания гвоздя и заканчивая, сделать табуретку. А вы тусовались в детстве с какими бабушками и дедушками? С прикладными или с возвышенными? Да, бабушка с дедушкой с маминой стороны жили в Омске. Они там иногда к нам приезжали, крайне редко. И один или два раза за детство я ездила туда, в Омск. Так вообще я выросла на Арбате у бабушки с дедушкой, которые жили в том доме, где стоит памятник Булат Шелчоку Джаве. Вот наверху, вот там я росла. А что это за детство? Бабушка и дедушка писали картины, у них проходили выставки. Вы все это наблюдали, правильно я понимаю? Да, мастерские, запах масляной краски, скипидара. Какие-то всегда тряпки в этих мастерских всегда. Так показывают по телевизору. Все так и есть. Тряпки, краски, испачканные вечно руки. Папа занимается афортом, поэтому у него все еще от кислоты разъедено. И все в черные ногти всегда. Вот это вот все мероприятие. Все так и есть. Я дедушке как-то, мы ездили с папой на Синеж, дом творчества. И я вот туда ездила с папой, с мамой. И смотрела, как там это все в больших мастерских происходит. Как это вот вся эта история. И потом я приехала, значит, в Москву. И дед у меня спрашивает. Ну, расскажи мне, чему ты научился? Я говорю, да, я все знаю. Знаю, как афорты делают. Надо взять бумажку, замочить ее в специальной воде, потом досточку положить на бумажку, прокатать станком. Все это кислота, шмаслота туда-сюда. И дедушка внимательно слушал, слушал, а потом сказал, а рисовать-то когда? Я говорю, ну рисовать-то, кажется, дурак умеет. Про прабабку знаменитую рассказывали, какая она была. У Марии Сергеевны, ну, опять же, я лично не застала, свечку не держала, но по рассказам у нее под подушкой лежала марксизм-ленинизм и Евангелие рядом под подушкой. Да-да-да. Вот как-то это сочеталось. Ну и потом, все-таки, помимо Ленина, она еще написала очень много книг. И Мисс Мент, и моя любимая детская книжка про страну, какая-то загадочная страна, придуманная для двух сестер. У нее дивные стихи и переписки у нее ужасно интересные. Я с Рахманиновым и с кем могу. Ну, короче, она была довольно разносторонним человеком. А из баек папа больше всего любит рассказывать историю, что куда ты едешь в Туркменистан, не ешь немытых фруктов, она говорила. Потом, значит, еще она говорила, что на ночь надо плотно есть для того, чтобы кровь от мозгов откатывала в желудку. И тогда будешь спать. И тогда ты будешь спать спокойно. И третья, тоже вот такая самая любимая байка, это... Она же была глухой совершенно. Да, да, да. При том, что она знала там 1508 языков и переводила и все остальное. Она была глухая. Она ходила со слуховым аппаратом. Если ей что-то не нравилось, она просто его выключала и перестала слушать окружающую ее фигню. Вот. Такая была железная старуха, как некоторые ее называют. Семья хлебосольная или закрытая? Ой, очень хлебосольная. Ну, то есть, опять же, по байкам, по рассказам знаю, что арбатская квартира просто в принципе не закрывалась. Никогда. По этому принципу я вот сейчас, когда уже стала жить самостоятельно, я свою квартиру очень долго держала нараспашку, пока... Вас не обокрали? Нет, меня, слава богу, не обокрали, но мой муж запрещает так жить по такому принципу. То есть дверь как бы всегда открыта, но она должна быть все равно на всякий случай закрыта. Но если хотите, можно просто постучать. А всякое, я не знаю, всякие дома творчества, лето, море, коктебель, это все присутствовало в жизни? Конечно. Вас брали? Нет, ну, лето, море, коктебель, это в обязательном порядке. Мы все там выросли, как бабушка говорила, малая родина. С мая по октябрь вот пропускала школу, вот эти вот все радости были. Очень не любила школу, мне кажется, как любой нормальный подросток, но не по такой логике. Я очень много лежала в больницах, у меня были больные уши, и я все время лежала в больнице. В больнице я обожала, потому что я приезжала туда, я там была королевишна всей земля, потому что я всех знала, всех медсестер. Ну, когда ты приезжаешь в одно и то же отделение, там, двадцатый раз за последние два года, я знала, где лежать лекарства, я ходила, вот эти вот... Все своя такая. Все вот эти вот мелкие приходили, я говорю, ну, че у тебя, да у меня гайморит, да ладно, фигня. Вот, я там, там я себя чувствовала абсолютно королевой мира, вот. А школа, ну, школа и школа. Перетерпела, как-то перетерпела. И учителя любимые были, и какие-то даже интересные были темы, и были какие-то свои радости, когда я там... У меня был в году кол по геометрии, кол. О, боже мой. А это был девятый класс, и тогда у нас не было вот этих ОГЭГ, а были региональные экзамены. То есть были там три каких-то обязательных, и один региональный, который каждый раз спускался сверху, там, в обязательном порядке. Вот и попала геометрия мне. С вашим колом? С моим колом, да. И я уперлась рогом, значит, я сидела с учительницей дополнительно, занималась, занималась, занималась. И это было, конечно, отдельное удовольствие, когда я вдруг поняла предмет. Я его не вызубрила, я его поняла. И я пришла на экзамен по геометрии к учительнице Тамаре Валентине, как сейчас помню, о которой меня ненавидела лютой ненавистью. И я ее в ответ тоже не очень любила, прямо скажем. И она сидела очень довольная, что сейчас... Да, что сейчас будет так. Все немножко, и вот эта вот девочка, дочка Полищук, сейчас мы ее уберем отсюда. А я пришла, сдала просто на пять. Вот победа! И я стояла около этой доски. Во-первых, я быстрее всех ответила на этот билет, который мне попался. И главное, вас обвинить нельзя в том, что он списан. Она до такой степени разозлилась, что она что-то уронила специально, чтобы уйти под стол. Я клянусь. Я верю. Вот такая была история. Вот такие какие-то мелочи радостные были. Потом у меня замечательная была после этого учительница Леонидовна Ксевна, которая была еще нашим классным руководителем. И я ее обожала. И она такая строгая, но справедливая. И я даже как-то ухитрилась полюбить алгебру с геометрией, в отличие от всех других предметов. Но вот это вот утром вставать. Я однажды проснулась. Я лунатила в детстве. Я однажды проснулась и поняла, что я опоздала в школу. И я собралась и ломанулась. Пришла в школу. Не было тогда вот это, когда ты в любую секунду берешь мобильный телефон, на него смотришь и смотришь на время. Я, видимо, проснулась, но не до конца проснулась. Мне показалось, что там уже 8.30 на часах. А было 5.30. Я пришла в школу зимой в 6.30 утра. Ой, бедолага. И встала так. Я пришла, открыла дверь, а она не открывается. Ненавижу. Утро ненавижу. Вот это все. И сейчас очень хорошо понимаю у ребенка, который, значит, страдает и мучается, то, что ему надо каждое утро вставать. Ну, у него у сволочи школа через два дома. Ну, понятно, да. А я ходила. А надо пилить, да, да, да. Так нормально. Но что делать? Все через это проходим, и все как-то выживаем. Ну, почти. А вам не нравилось, что вы дочка Полищук? Или это учителям не нравилось, что вы дочка Полищук? Да я не знаю, это надо учителей спрашивать, но мне не нравилось. Мне казалось, что меня никто не видит и не слышит. Просто только вот Полищучка-Полищучка. Мама красавица, прекрасница, талантливейшая, обаятельнейшая, всеми любимая и все-все-все. А я какой-то носатый, толстый, некрасивый, неуклюжий хмырь. А когда вы стали понимать, что вы прекрасная красавица? Никогда. Никогда? Не абсолютно. Ну, это какая-то чепуха, Маша. Ну, не знаю. Вы же уже взрослая. Я взрослая, но я просто привыкла к тому, что я такая, и мне нормально быть такой. Но вы очень красивая. Спасибо большое, мне очень приятно. Я вот опять же с годами... Раньше я кидалась, когда мне говорили, что я крайне... Иногда, изредка мне кто-то говорит это, и я кидалась на людей. Предмет ли? Нет, просто кидалась, что вы перестаньте, это все глупости. Я вот с возрастом научилась мирно, смиренно принимать и говорить спасибо большое, мне очень приятно. А вы актрисой хотели быть, чтобы быть как мама? Или потому что вы просто другой жизни никакой не видели? Я думаю, что скорее второе, чем первое. Это какое-то было такое... Вот у меня не было такого, знаете, что я помню, как я приняла это решение. Просто, ну вот как-то оно... Ну как-то там сначала я хотела сказать барелиной. Я помню, когда-то Борис Берман пришел брать интервью у мамы с папой, и вот тогда эта фраза была... Причем от балды абсолютно была произнесена. Я была просто круглая. Я была не то что крупная, я была просто такой вот, ну... Ну ладно, не круглая, овальная. Я была, была такая длинная картофеля. Она такая... Вот, и значит... Ну я там что-то вертелась под ногами, меня спросили, кем ты хочешь стать, когда... Я сказала, барелиной. Ну у меня две левые ноги и четыре правых руки. Я вообще некординированная, абсолютная корова. Всю жизнь ею была. Нет, вот барелиной, ладно. Ну немножко похотела стоять. Потом я решила, что... Научилась выговаривать слово балерина вместо барелина, и решила, что стану художником. Но рисовать не любила, мне не нравилось. Это каждый дурак можно, как с афортами. Да, 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 да. И как-то я вот это вот все вот это... Тусня-возня, но все из-под палки. А потом вот как-то вот... Ну а что еще? Ну а что еще делать? Ну и вот. И когда я... Мне было, я не помню, сколько мне годиков было, ну сколько-то там... Не знаю, от 10 до 13 плюс-минус. И тоже я в как-то Биэле мы были, и папа говорит, ну раз ты решила стать артисткой, вот тебе, пожалуйста, иди в библиотеку литфондовскую, бери Станиславского и читай. На следующий день он заходит ко мне в комнату, а у меня из этих трех томов я сделала домик для кукол. Зайка! Киска! Вот так начиналось мое актерское образование. Она сама по себе вообще очень интересная, энергетически интересная вообще как актриса, как вообще человек. Вот сумасшедшая, отчасти спокойная, нежная. Ну вообще разная. Вот ей сказано, это надо сделать. Вот она вот молча, хорошо идет и делает. То есть даже иногда поспорить о том, что а может быть вот так вот удобнее, либо вот так вот переделать. Нет, вот она вот такая вот обязательная. Энергетика у нее мощная и интересная, даже очень нежная, я бы так сказал. Она всегда очень спокойная, сдержанная. Я ее все время смешил, ошарашивал, чтобы немного иногда, что происходит. Вот, но энергетика у нее очень приятная. То есть с точки зрения как партнерша, с ней работать очень приятно. И по энергетике, да по всему вообще. Еще очень смешно, мы везде целовались, нам везде поцелуем. Ну что, мы опять целуемся? Ну давайте, ну ладно, хорошо. Давайте хотя бы по-другому уже играем. Первый съемочный день, это опять же постельная сцена. Подсмеялись вообще. Сразу нас в постель можно. Ну что, давай, ладно, пошли, черт. Вы поступали, как все абитуриенты, во все вузы. Столица, да? Ну я проучилась вот в этой школе за Горьковским хатом, где 123-я школа с театральным отклонением, как мы ее всегда называли. Там были всякие дополнительные занятия. И нас не сильно дрючили химиками, химиями, физиками. У нас был чудесный учитель по истории, который говорил, ну, бог велел делиться, если ты шел с булочкой. И в столовой. Он был учителем по истории и учителем по физкультуре. И плюс еще возил детей на картошку летом. Звали его сырник. Вот. Вот такой мужик. Офигенный. И там мы занимались, занимались, занимались и готовились, готовились, готовились к поступлению, к поступлению, поступлению. И дальше шли поступать, поступать, поступать. Как все, везде, во все вузы. Вот этот вот набор. МХАТ, щука, щепка, ГИТИС в ГИК. Во МХАТе мне сразу сказали, что, девушка, вы куда? Вы вообще куда с таким вот это вот все? Куда? В щепке мне примерно то же самое сказали, только еще более пренебрежительно. Щука была замечательная история, когда там ты заполняешь анкету и пишешь, значит, свое им фамилию, отчество. И если ты проходишь, то дальше первый тур. То дальше тебя на следующий тур вызывают. Тебе говорят, в какой день прийти, но ты не знаешь во сколько. Ты приходишь в 10 утра, ищешь себя в списках, в какой десятке ты, значит, должен пойти. Я себя ищу, меня нет. Как так? Букву С ищу, нету на букву С. На букву М ищу, нету на букву М. Знаешь, я начинаю читать все имена и все фамилии. Они меня написали из Иргаль Марчетто. Букву С мою в анкете они восприняли как букву И и букву З. А Мариетто они восприняли как Марчетто. Круче меня не называл еще пока что никто. Вот. И где-то я проходила, 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 где-то сваливалась. Дольше всего я была в ГИТИСе, к Женвачу. Я очень хотела поступить к Женвачу. Я посмотрела все их дипломники. Я была совершенно влюблена в Сергея Васильевича и вообще Фомена, которые там были всех. Я свалилась на самом последнем этапе, когда оставался один лишний человек. Я пошла бросаться под поезд, страдать, умирать, горевать. Меня брал Бородин на платное место, но я была так травмирована тем, что меня убита горем, что я не пошла. Вот. И я пришла домой, я топнула ногами и сказала, я никуда не пойду. Родители сказали, окей, но ты посидеть на жопе-то не будешь. И я сказала, хорошо. Но на самом деле ни о чем не жалею, потому что я пошла, я закончила курсы флористов, я работала флористом. Несколько раз меня это, кстати, круто выручало, потому что я работала по этой профессии, зарабатывала деньги, когда не получалось по основной профессии вообще ни копейки заработать. Потом я еще расширила, еще больше сделала себе программу для поступления и выучила еще там 10 проз, 15 стихов. У меня была какая-то нечеловеческая. Она не помещалась. Ты когда заполняешь анкету, ты пишешь, что у тебя там проза, стихи, басни. На все отведено по одной или две страхи. У меня не помещалось. Я столько выучила, что она не помещалась. Так, так. И вы пошли опять во все поступать в ВУЗы. Опять была послана во МХАТе с первого же этапа. В Щепки то же самое. И тут уже как-то больше всего я проходила во ВГИК к Ясуловичу Николаевичу. И почему-то решила... А вот еще какой-то неизвестный мне совершенно Сергей Анатольевич Каламазов, какой-то бывший курс Гончарова. Ну, Гончаров вроде знаю, кто такой Гончарова. Пойду туда тоже там. Они как-то позже всех начали вступить на экзамены, потому что это был экспериментальный курс. И какая-то такая была мутная там история. Вот. И я туда пришла. Причем какой-то последний день. Уже они уходили. Уже я просто вломилась. Знаю, извините, вы еще это самое? Они так, ну мы вообще уходим? Ну заходите. Думаю, ну ладно, зайду. И в результате вот зашла на 4 года. Ну, прекрасно. Хочу фрагмент спектакля, чтобы мы посмотрели под названием «Наше сокровище». Давайте. А я сына родил. Сережей назвал. Нет, не подумай. Девочки, они тоже хорошо. Но они слабенькие. Их надо защищать все время. А мальчики, они что, все. Он девочку, он выпустишь. А там маньяки сплошные. Поплошные. Вот их хреньки на детских площадках. С лопатками. А мальчик, и что? Он сам с лопаткой. Он, да? Я тебя спрашиваю. Нормально. Этот спектакль проекта «Дочери Сосо». Правильно я понимаю? Расскажите об этом проекте. Маш, что это такое вообще? Говорят, что он гениальный. Ну, да. Проект Жени Беркович. Прекрасной режиссерки. Она любит, чтобы ее назвали режиссерка. Режиссерка. Там-то Милашвили. И дальше пошел еще один спектакль, еще один спектакль. И как-то вот все это выросло в целый такой маленький театрик. Не количеством, но качеством. Мы не труппа. Мы просто вот компания людей, которые... Это чисто женская история. То есть только дочери. Только девушки, да. Поэтому вот в этом кусочке, собственно, я папа. Папа-мальчика, да. Да, я папа-мальчика, но девочка. Женя. Вот спектакль «Наши сокровища» Это первый ее спектакль, который она поставила по собственной пьесе. Она ее сама написала. Маш, а вам где больше нравится? На сцене или перед камерой? А вы кого больше любите, маму или папу? Логично. Логично. Не отвечу на этот вопрос, потому что и там, и сям есть свои невероятные радости и невероятные сложности и скучности. Ну, это нельзя сравнить. Это как сравнить борщ и стенку. Ну, понятно, да, понятно. Это разные работы. А вот сейчас идет сериал... Одинаково любимые. Да, идет сериал «Раневская». У вас задача вообще сверхсложная. Да. Потому что это все-таки история о человеке, который был, есть и будет всегда, да? Я топлю за то, что я не играла «Раневскую». Я играла некое представление. Да, представление, это логично. Спасибо. Но вы еще должны играть, как «Раневская», как она играла. Да. Вот эта история с географией, понимаете? Со всей географией, которая только возможна и невозможна, да. Это было то, чего я боялась больше всего, от чего я сидела и просыпалась в холодном поту ночью. Угу. Да. Отрывок. Ты прекрасно знаешь ее всех офичей. Весь город их знает. И к Самуилу далеко пойдет. Точа Емуля? Угу. Пусть идет, я тут при чем. Тебе решать, когда будет свадьба. Чего будет? К тебе сватается парень из очень хорошей семьи. И Самуил будущий врач. И ты, по какой-то непонятной причине, нравишься ему еще с гимназием? Это замечательно, папа. Но я никогда не полюблю смертного. Вот. Качалов. Бессмертен. Как и его искусство. Бессмертно. Ну, прекрасно. Продолжай любить этот кусок картона. А Точа Емуля будет любить тебя. Всем будет хорошо. Папа, это тебе будет хорошо. У меня совершенно другие планы на жизнь. И они никак не связаны с Точей Емулей. А почему вы, обезьян, такая, не смотрите на себя? А зачем? Вы себе не нравитесь? Вот, вот, она же прекрасная. Зачем мне на это смотреть? Ну, это же интересно, нет? Ну, я видела что-то на озвучании. Мне достаточно. Это какой-то прям странный подход, Маша, или нет? Не знаю. Он вам не мешает? Вроде нет. Вроде я... В какой-то момент я... Ну, есть такая теория, что артист должен на себя смотреть и учиться на своих ошибках. Но я настолько самокритична, самосожирательна, что если я подхожу на плейбэк, то я вижу только плохое. И меня это вводит в ступор. Меня это останавливает. Сейчас уже вот опытным путем, теперь уже я могу это так сказать, потому что сейчас уже за последние пару лет опыта прибавилось чуть-чуть. Опытным путем понимаю, что в моем случае так правильнее. Потому что я попробовала. Я ходила на плейбэк, смотрела и пыталась поправить. Но плохо это мне. Я начинаю думать про другое. Мне проще выслушать режиссерские поправки или даже партнерские в некоторых ситуациях, потому что я гипертрофирована необъективно. К себе. Ну, да, так получается. Дай бог, вот, я не знаю, там, режиссера Петрунила, команда, продюсера, что они нашли, увидели в ней и дали эту роль. Это чудо. Махина такая. Работа, я имею в виду, Раневская. Вот от девочки сыграть до последних практически дней, я рыдал. Талант и голова соединены. Вот это умная актриса. И трудоспособность сумасшедшая, просто коммуникабельность сумасшедшая. Вот все время отдает. Какой-то у нас день рождения режиссера был. Все так, все организовать. Это мы снимем, это мы сейчас стих напишем, это мы сделаем. Это сейчас вот у нас будет дубль. А мы как бы, а он не знает, а мы как бы сейчас на этом слове остановимся и скажем, «Дорогой мой, поздравляем, счастье, радость». И он в шоке будет, что это такое. А мы вот так, ха-ха-ха. То есть в ней бурлит жизнь, бурлит вот это отношение, не просто, ну, как бы, ну, вот какое-то такое отстранение. Она вся вот здесь, она вся проникновенная, она вся вот в жизни, в людях, вот в ситуации, она беспокойная. И, наверное, это и привело к тому, что вот и Раневская вот такая вот, которая живая, настоящая. Маш, а вот скажите мне, как готовится Крониск? Что читать? Задолго до самых первых проб, которые были в 2013 году, я как-то так получила, что я все уже прочитала. Ну, не все, конечно, все-все-все, но, в общем, самое основное, а именно Щеглова и интервью Крымова, и вот самые вот мои, как бы, две основные отправные точки. А дальше я уже просто, ну, перечитывала, пересматривала, переслушивала, бесконечно переслушивала, потому что, как вы меня правильно назвали, я обезьяна, и по-другому я не очень... Я не училась на эстрадном факультете, я не знаю, как пародировать, я не знаю, как делать похожий голос, я не знаю. Я только могу, как слухач, слушать, и вот оно оседает, по обезьяне оседает, 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 и ты постепенно, я, когда приезжаю в какой-нибудь там город где-нибудь, в провинции с определенным говорком, я выезжаю оттуда с этим говорком. Да, да, я понимаю. Вот, поэтому я бесконечно слушала, 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 и пыталась это как-то воспроизводить. И плюс бесконечно, как мантру, я себе говорила о том, что это не Раневская. Раневскую сыграл один человек в этом мире, и это Раневская. Раневская. Стремиться это повторить, ну, смешно. Конечно, это понятно. Семен Стругачев. Да. Ой, любименький. Вот такая у нас Раневская. Другой не будет. Больше фильмов, я думаю, в ближайшие 10, 20, 30 лет про нее не снимут. А по этому фильму будут знать биографию этой великой артистки. Мариеточка, доченька моя по фильму, она сделала по-своему, как у нее интуиция подсказывала. И вообще сыграть молодую, совсем маленькую Раневскую, потом средний возраст, это очень тяжело. Мне кажется, что она очень хорошо справилась. По крайней мере, мне, как папе, было с ней очень и очень по-семейному, по-правдошнему хорошо. Потому что она была и вредная на съемках, она была где-то очень груба с некоторыми людьми, даже с режиссером иногда. И это можно было оправдать. Фаина Раневская тоже не очень благоволила режиссуре и так далее. Ее своеобразный юмор, отношение к жизни, к партнерам, к искусству, к самой себе. Она очень над собой смеялась. Мне очень это импонировало. Меня очень порадовало, когда она мне позвонила после премьеры в Театре Моссовета. Она мне позвонила ночью, сама, моя девочка, и сказала, папочка, поздравляй, ты хороший. Она молодец. Пусть что хотят про нее скажут, а народ ее полюбит. У нас родилась новая звезда, Марьетта. Шамен Михайлович. Я вообще тоже могу поделиться своими наблюдениями. Если бы Попов пошел убивать Орлова, он бы биту бейсбольную взял, а не шприц. Он крайне не сдержан, он эмоционален. А убийца расчетливый и очень аккуратный. Он все продумал для передоза. Он даже несколько уколов Орлову сделал в руку, чтобы полиция не сомневалась, что перед ними наркоман со стажем. Ну да, Никита пишет, что на месте преступления ни одного отпечатка. Самое интересное, что если это Попов, тогда почему он не стер компромат на самого себя с Орловского компьютера? Вот почему, Макар? Почему? Может, он в компьютерах не шарит? Угу. Нет. Потому что это на самом деле точно не Попов. А настоящий убийца оставил этот материал на Орловском компьютере, чтобы пустить нас по ложному следу. Фильм идет на нашем канале, или выходит он сейчас только, который называется «Метод уборщицы». О да. А детективная история? Да. Вы там в главной роли? Да. И мало того, что вы там уборщица, вы там еще психолог. Я психолог-профайлер. Как вам жилось и работалось в детективе? Это же такая достаточно специфическая история. Да, очень сложно. Много тонна текста с этого процедурального. Ну, я же зануда. Мне надо понять, что это. Я, значит, вот мне присылают накануне в 10 часов вечера выборка. Завтра у меня в 7 утра, значит, подъемы на гримы. Я, приехав домой, сижу и долго тупо смотрю в экран планшета, чтобы понять, что значит эти слова. Я цепляюсь к ним. Я прихожу на следующее утро на площадку. Я говорю, а вы знаете, вот я вчера в интернете прочитала, что вот это вот с этим не может быть никак, это вот какие-то неправильные звезда-взвезда. Вас за тебя ненавидят? Я зануда. Ну, вот судя по тому, что говорит Стругачев, видимо, да. Мне-то кажется, что меня все любят на площадке, что я обаятельная и что я действительно очень груба, но я таким образом любовь демонстрирую. Демонстрирую, да. Чем я грубее и чем дальше я посылаю человека, тем это больше означает, что я к нему максимально нежно отношусь. Я понимаю, да. И люди, которые меня хорошо знают, они уже давно к этому привыкли. И несколько... Я тут вот недавно, я пришла на площадку, что-то звукооператор начал на меня вешать, и я ему сказала спасибо. Он так на меня посмотрел, говорит, ты что, меня даже не пошлешь? Пока меня не пошлют, у меня день не начнется. Что это такое? Где суй, где вот это все? Вот. Поэтому как бы вот Семен Михайлович говорит, что я была грубая и строга, но я очень строга к себе. Я очень за справедливость, я очень за правду, и я очень за какую-то такую вот... Не то чтобы занудную правильность, а как бы какую-то примитивную справедливость ради логику. И я не понимаю, когда, условно говоря, почему я выкладываюсь на 200%, а рядом со мной кто-то сидит и филонит. Вот на это я злюсь и прям могу нагавкать. А так вообще, по-моему, у меня со всеми хорошие отношения. Не знаю. Сыном вы строги, вот вы говорите, я строга с собой. Да. Не совсем. А в каком смысле? Он живет в каких-то рамках, правилах? Ну, конечно. Или как? Как можно властить человека без правил и без рамок? Вы в... Во вседозвольности вырастает катастрофа. Буянила. Мне запрещали, но я буянила все равно. А ваш? Тоже. Вы запрещаете, а он буянил. А что вот ему там категорически нельзя? Врать. Ну, ладно. Да. А как без вранья жить-то? Ну, вот он, ну, как бы ему нельзя, но он врет. Угу. Это какой-то такой этап взросления. Я была точно такой же. У меня потом перемкнуло категорически в обратную сторону, что я стала проводорубом, остервенелым таким, что иногда мне это сильно мешает в жизни. Ну, конечно. Не всегда надо говорить правду. Без вранья нельзя жить-то, конечно. Ну, вот, к сожалению, у меня вот либо в одну, либо в другую сторону максимализм. А ему сколько, Гриша, сейчас? Ему сейчас 12. Понимаете вы его? Да. Вот этой поколенческой пропасти нет? Нет, я не понимаю какие-то вещи, которые он делает там с монтажом, например, или с этими роликами, или какие-то вот эти вот трик-шот, господи, я даже не знаю правильно я произношу это словосочетание или нет. Ну, ерунда вот эта вот, которую они там выкладывают где-то, да. Я не понимаю логику иногда, которую он это придумывает. Но, в принципе, вот какие-то такие общечеловеческие вещи, которые не меняются независимо от того, это 917 год или 2023. Наверное, потому что у меня хорошая память. Я хорошо помню себя в этом возрасте. Даже тогда, когда я на него рычу, ругаюсь и воспитываю, веду себя примерно так же, как вели себя мои родители, за что я их ненавидела в этот момент. А сейчас я понимаю, что другого варианта нет. Есть вещи, которые ты, будучи родителем, обязан делать. Абсолютно точно. Как бы тебе это ни было неприятно. Абсолютно точно. А что вы больше всего любите делать с сыном вдвоем? Ой. Спать. Кино смотреть. Ну, вот что-то такое неактивное. Ну, нет, иногда бывает, когда какой-то интересный разговор, и у меня есть на это силы поболтать. Я очень с ним люблю поболтать. Мы иногда с ним что-то готовим вместе. Ну, как готовим. Маш, а что вы любите делать, когда вообще ничего не нужно делать? Тупить в телефоне в шарики разноцветные такие, которые их надо составлять вместе. И рядом, чтобы бубнил какой-нибудь сериал на английском языке, который я уже знаю наизусть, но он как радио просто бубнит. Ну, или какое-нибудь хорошее кино посмотреть. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня со мной, и вы были моей героиней. Спасибо вам большое. А вы знаете, я что вам хочу сказать, Маш? Вот как вот Фаина Георгиевна вас вот сейчас благословила, так все дальше и пойдет быстрее, выше и сильнее. Дай бог. Когда-нибудь вы, будучи уже пожилой обезьяной, посмотрите на себя, на молодую обезьяну в кино и скажете, «Ах, как я была хороша». Вот так будет. Как было бы славно, если так и случилось. Спасибо вам большое. Я сейчас разговаривала с настоящей актрисой и будущей звездой. Вот увидите, наступит время, когда Мариэтту Цыгаль-Полищук будут играть в кино. Так же, как она сейчас играет легендарную Фаину Раневскую.